Всем привет! Доброе утро! Мы сейчас в Риге. И в Риге с нами наши друзья с Польши. Приехали. И сегодня наш день начинается с того, что мы идем в квест-комнату. Да, мы будем играть в квест-комнату с Настей и с Богданом. И со Стасом, естественно. Да, в общем, мы выйдем и все вам расскажем, потому что мы спешим. Мы уже пришли, мы внутри, у нас сейчас есть немножко времени. Мы выбрали себе комнату, которая называется Дракула. Да, кстати, кто не знает, что такое escape room или просто комната, я не знаю, как они называются у нас. Это комната, в которую ты заходишь, за тобой закрывается дверь, и тебе нужно ее открыть в течение часа. Там всякие загадки. Да, и в каждой комнате есть какая-то своя история, своя тема, и вам нужно разгадывать загадки по ходу игры. И каждая разгаданная загадка прибежает вас к ключу или просто к тому моменту, пока откроется дверь, и вы выберетесь. В общем, очень интересная штука. Мы очень много прошли таких комнат. Да, в Киеве мы прошли где-то 15. Да, и вот сегодня в Риге мы даже хотим попробовать. Да. Здесь оно, конечно, намного дороже стоит, чем в Киеве. Но так как приехали наши друзья, и нас получается 5 человек, то получается там не прям заобычная сумма. Поэтому мы решили попробовать поиграть. Да. В общем, мы прошли комнату, да. Мы просто не брали подсказок. Вот. Только одну подсказку, потому что у нас там не работал факел и щиты. Вот. И нам сказали, что нужно делать. А в общем, мы пришли без подсказок, и мы вышли. За 50 минут мы прошли. Да, мы такие довольные вообще. Вы довольные, ребят? Да. Мы прошли. Да, только нам магнитики не дали. Да, в Киеве обычно дают магнитики. У нас целая коллекция магнитов дома висела. Вот. И здесь нет. У нас весь холодильник обвешан магнитами. И получается, то есть ты проходишь комнату, тебе дают магнит. Ну, это прикольно. Это просто как приз. И как приз, и как память. А здесь вообще нифига не дали. Да, Настя? Да. Ты расстраивалась? Да. Ничего не дали, вообще нифига. Мы там быстро прошли. Магнитиков не дали. Кстати, мы прошли не за 50 минут, а за 47 вообще. Нам должны быть дофига магнитов. За 60? За 47 минут. За 47 минут мы прошли. Кстати, а есть такая профессия тестировать кое в комнату? Я бы работал. Да, было бы неплохо. Я бы тоже поработала бы так. И чтоб платили где-то миллион в месяц, да? Классно? 50 минус. Зачем? Ничего, это лишь бы идеально достаточно. Мы так подумали-подумали и решили, что мы хотим поехать куда? В Юрмалу. В Юрмале? Мы будем ехать в Юрмалу. Да. Да. В Юрмалу. мы на месте и да вот кстати сюда платная дорога мы заплатили 2 евро чтобы проехаться и наверное когда будем назад ехать то тоже будет платно в общем то пока что в юрмале я вижу лес и совсем это не похоже на курорт именно морской а просто похоже на курорт лесной вот так мы сейчас пойдем на пляж посмотрим что там но вообще здесь холодно ребята кстати взяли купальник из собой ребята взяли плавки хотели покупаться но мы сюда приехали и поняли что здесь холоднее чем в риге и вряд ли у них получится покупаться кстати еще ребята привезли нам из польши и пин димка стой вот польский значок теперь у нас есть такая коллекция нас не хватает еще итальянского мы были в италии и испанского но мы купим и мы взяли мороженое вы бы видели просто мою радость когда я увидела что здесь есть баскин роббинс баскин роббинс здесь такие странные вкусы здесь мороженое со вкусом сладкой воды ну я знаю что ты взял ты взял себе как это называется вот это не знаю странное название это а баскетбольный шарик баскетбольный мальчик и не у меня фисташка бейсбольный бейсбольный 580 в общем мы поднялись на вышку здесь конечно высоковато хотя стас нам сказали здесь всего лишь 20 метров и всего лишь 20 метров и здесь я не шатает и не могу да и здесь ветром ветром немного так не ведь ведь это вопрос подсознательно ты понимаешь где-то высоко особенно когда дырка внизу мы еще даже до моря не дошли нам уже очень нравится вот юрмале реально прикольно я не знаю как здесь зимой потому что стас здесь был когда здесь было холодно то есть марте было холодно и он сказал что ему не понравилось что здесь нечего делать но сейчас сейчас много чего открыли и здесь очень очень мило прям не знаю как будто не в латвии нахожусь или такой очень хорошая латвии очень прикольный потому что ну я честно говоря не видела здесь еще таких мест юрмале реально прикольно я удивлена мы все удивлены вот ребятушки собрались на концерт вы зафотографируйте чтобы билеты купить до 2 августа сначала порвет всех а потом приедут бабки 21 как бы продолжат рванину как 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 он так как они такой плакат плохой сделанным почему он такой странный знаете поинтересно поиньте сделали и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Так что ждите И всем спасибо за просмотр Всем пока-пока До завтра Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!